Друзья, всем привет! Купил вот такие сверла с зенковкой на Алиэкспрессе. Ими очень удобно работать, и если отверстие необходимо зенковать, то не приходится каждый раз менять шуруповерты или насадки. Идут сверла набором, и я в основном пользуюсь либо тройкой, либо четверкой. А вот этими тремя на 6, на 7 и на 8 мм не пользовался ни разу. И у меня пришла идея, что можно сделать из них полезного. Поэтому под веселую музыку предлагаю посмотреть за процессом изготовления. Делается самоделка просто. А далее я ее протестирую и сравню с другой приспособой, которая по идее должна делать точно такой же результат. Заодно и сравним. Желаю приятного просмотра! Продолжение следует... 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 Как вы видите, получилась приспособа для изготовления шкантов. В данном случае можно делать 3 размера на 6, на 7, на 8 мм. Длину шканта можно делать любую. Просто берем брусочек примерно 10 на 10 мм и прогоняем через зенковку. Много кто скажет, что можно купить, но я живу в небольшом городе и нашел только в одном месте, где их продают. По 5 рублей за один шкант. Бывает такое, что они нужны срочно и много. Покупать поштучно, чересчур дорого. А с помощью такой самоделки из зенковок делается все очень просто. Я напиливаю нужные размеры на ленточке и готово. Но, естественно, я знаю еще один способ изготовления таких шкантов. Он очень популярный. С помощью обычной плашки. Вот и давайте сравним, какой способ лучше. Попробую сделать несколько шкантов на 8 мм. Поэтому взял плашку М8. Через плашку брусок проходит так же легко. Теперь протестируем три типа шкантов на бруске. А именно, буду оценивать плотность посадки в отверстие, сделанном сверлом на 8. Первый тип шканта это покупной. Второй сделанный с помощью сегодняшней самоделки из зенковок. А третий, соответственно, сделанный с помощью плашки М8. Заводской вариант сидит достаточно плотно. Второй вариант тоже довольно плотно. А вот третий, сделанный с помощью плашки, болтается. Хорошо, попробую взять плашку побольше. Но в моем скудном наборе следующая плашка М10. Проверим на ней. Еще раз, первый вариант плотно. Второй плотно. А с помощью плашки М10 уже не влазит. Плашки М9 у меня нет. Но, вероятно, как раз таки она тут и нужна. То есть с плашками получается, что нужно брать на 1 мм больше требуемого. Но это не точно. Мне зашел вариант с зенковками, так как шканты получаются немного лучше. И диаметр их в точности такой же, как и диаметр сверла. Кстати, такие сверла я покупал набором на Алиэкспрессе. Ссылку на всякий случай оставлю в описании под видео. Друзья, если вам понравилась идея, то ставьте лайк и напишите комментарии. Знаете ли вы еще какие-либо способы изготовления шкантов? Тем, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за внимание и пока-пока.